вы слушаете подкаст город где я сергей прохоров приглашаю вас в аудио путешествия по интересным местам нашей страны каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов россии чтобы рассказать о жизни и душе мест в которых они росли курсавка одно из крупных сел ставрополя село курсавка ставропольского края сегодня административный центр андроповского района курсавка вместе с прилегающим к нему селом суркуль названным по имени реки в долине которой они расположены образует муниципальное образование курсавский сельсовет появилось село курсавка ставропольском крае более 140 лет назад тогда это был небольшой поселок при станции владикавказской железной дороги и основное его население составляли именно семьи железнодорожников переселенцев а к началу двадцатого столетия поселок разросся в нем успешно шла торговля функционировали ярмарки появились промышленные предприятия в курсавке построили школу церковь почтовое отделение даже телеграф после революции появились первые колхозы а вторая половина прошлого века превратила село серьезный промышленный центр были сооружены заводы в том числе асфальтобетоны и железно-бетонных изделий а вот в годы войны село находилось под немецкой оккупации несколько сотен жителей погибли на фронтах и в их память в селе поставили несколько памятников также в селе курсавка есть андроповский районный краеведческий музей это главная достопримечательность села который был открыт в 1992 году хотя первая попытка создать музей в курсавке была предпринята за 15 лет до официальной даты рождения тогда на базе досав была выставлена экспозиция отражающие разные этапы истории андроповского района от древних курганских захоронений до славных достижений второй половины прошлого века к сожалению от той выставки сохранилась лишь часть экспонатов вторая попытка увенчалась успехом и экспозиции музея разместились в старинном здании некогда принадлежавшим купцу ляшенко туристам здесь расскажут и об истории края и о его природных особенностях и о знаменитых уроженцах и так друзья мы продолжаем наше аудио путешествие по городам нашей необъятной страны мы сегодня будем говорить не о каком-то знаменитом большом городе а сегодня мы поговорим о селе курсавка ставропольского края откуда к нам и приехала сусана она же моя коллега из нашей подкаст-студии red barn сусан привет всем привет и так как давно ты вообще была дома дома я была буквально в этом месяце а ну ты не успеваешь и толком да и соскучиться да потому что я очень люблю ездить домой поэтому стараюсь ездить чаще ставрополье насколько для тебя это прям такое ну не знаю родное место это очень для меня родное место потому что я считаю что там где мои мама и папа это мой дом вот поэтому для меня очень это место полное воспоминаний как и хороших так и плохих вот но живя в краснодаре уже пятый год я все равно люблю свое село родное всегда об этом всем говорю и всегда хвалю его всегда говорю что это село но там очень классно там очень круто вы не говорите о нем плохо там все вообще супер там можно жить там есть жизнь есть люди и там все очень хорошо и все люди там прекрасно себя чувствуют окей смотри многие стремаются именно говорить ну как стремаются немножко стыдновато им за то что они типа из села и начинают там наш придумывать вот да там такой поселок там под городом небольшим живу возле ставр да 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 там вот в ставрополе живу тебе не стыдно говорить что например вот ты девушка из села когда я приехала в краснодар мне было 17 лет я приехала сюда учиться конечно мне было некомфортно поначалу потому что все мои однокурсники одногруппники они были кто-то из краснодара кто-то из ближайших каких-то городов и все когда спрашивали а ты откуда я всегда говорила ну возле ставрополя мне было как-то некомфортно но потом ну это наверное приходит может быть с возрастом потом я наоборот стала говорить что я не из краснодара я не из города я сельская девчонка вот потому что для меня это все-таки очень родное место и ни в коем случае его не стесняюсь я его очень люблю я могу над ним шутить как-то но все равно это очень родное место для меня я его нисколько не стесняюсь вообще абсолютно но пошутить о нем можешь только ты если например я не из этого села я пошутить над ним не могу конечно да окей смотри ты так говоришь что это классное село там есть жизнь мне там все нравится но почему ты оттуда уехала потому что я хотела учиться я всегда любила учиться я хотела действительно учиться в хорошем университете в хороших условиях к сожалению у нас как таковых образовательных учреждений нет у нас есть две школы тоже очень прекрасные замечательные есть колледж вот но этот колледж больше для как говорится профильного образования то есть там учатся повара техники какие-то вот но я ну конечно хотела высшее образование получить я всегда к этому стремилась очень этого хотела поэтому выбор пал на большой город почему это был именно краснодар потому что как-то раз я была в восьмом классе мы ездили в крым с родителями и мы проезжали ночью краснодар и мне он так запомнился он был такой красивый весь в каких-то огоньках красивых просто думаю ну все это мое я приеду сюда и так и получилось спустя там несколько лет после 11 класса я поступила в кубанский государственный университет на факультет журналистики по направлению рекламы и связи с общественностью короче у меня вообще все классно с этим сложилось я очень рада что я живу здесь учусь вот и вообще очень счастлива и очень благодарна своим родителям за то что они мне дали эту возможность потому что многие знакомые мои у которых не было возможности уехать они либо оставались курсавки либо уезжали в какие-то ближайшие города типа Невиномыск Ставрополь они конечно тоже очень прекрасные но я все-таки хотела немножечко помасштабнее город то есть Ставрополь не такой масштабный как Ставрополь не такой масштабный более того мне там абсолютно не нравилось образование которое дают потому что наслышано о не очень приятных историях там связанных с тем что студентам просто не дают возможности учиться постоянно какие-то там взятки и все такое вот но этим нас в школе больше пугали вот поэтому вот я захотела в Краснодар Ставрополь я даже не рассматривала хотя родители очень долго отговаривали меня ну конечно уехать далеко непонятно куда говорили ну это очень далеко давай в Ставрополь я говорила нет 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 но сейчас я думаю что даже если бы я поехала в Ставрополь ну как бы ничего страшного бы не произошло со мной дороги бы привели все равно в Краснодаре окей смотри село небольшое да я ну я уверен там есть улица Ленин да конечно и улица красная замечательно просто я обожаю я был наверное в 50 с лишним городов и в каждом городе есть замечательная улица Ленина на улице Ленина жила моя сестра когда вышла замуж и я там очень часто была это очень прекрасная длинная улица да большая с какого места начать знакомство с твоим родным селом конечно же с центра потому что в центре находится администрация села в центре находится дом культуры очень большой красивый в центре находится площадь сейчас она очень красивая отремонтированная ее реставрировали буквально там пять лет назад построили фонтаны очень классные отстроили ну в принципе площадь чтобы там можно было гулять сидеть на лавочках отдыхать для детей сделали какие-то площадки детские вот то есть сейчас это место именно центр очень удобно для того чтобы прогуляться с детьми куда-то сходить и в принципе ну вот с центра и нужно начать знакомство более того вот я уже сказал что у нас есть улица красная и она такая же самая длинная наверное как и здесь у нас в краснодаре почему потому что вот у нас в краснодаре на улице красной есть бульвар да очень большой у нас тоже он есть точно такой же как и здесь то есть там можно гулять по всей улице красной сверху до низу по ней можно пройтись по вот этому месту а улица северная там есть переулок северная слушай я у меня такая сейчас аналогия в голове появилась что село курсавка это мини-версия краснодара та же тот же бульвар да та же красная улица улица ленина краснодар большая деревня поэтому смотри ты назвала центр чем именно этот центр знаменательный лично для тебя может какая-то история есть интересная оттуда ну как таковой истории нет просто это место наверное больше запомнилось мне тем что именно там мы гуляли с друзьями именно там проходили какие-то местные праздники именно там проходили праздники со школы например у меня там был выпускной мой на этой площади большой красивой вот то есть ну больше связано с какими-то праздниками местными с прогулками встречами с друзьями и так далее то есть место так сказать дислокации да 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 всех 11 тысяч жителей если мы собираемся гулять мы всегда говорим что я буду в центре тебе ждать все это значит что мы в центре где-то там возле фонтана встречаемся и идем куда-нибудь там парк гулять или еще куда окей слушай ностальгировать любишь по дому конечно обожаю каждый день все мною как я люблю курсавку и вообще очень люблю очень хочу туда чаще ездить для тебя ностальгия это вот именно ностальгия по дому все-таки приятные воспоминания или когда-то ностальгируешь в первую очередь ты вспоминаешь негативный опыт да даже негативный опыт для меня уже сейчас моем возрасте с какими-то хорошими теплыми воспоминаниями ассоциируется потому что для меня воспоминания то прежде всего родители друзья сестра родные близкие то есть все что происходило со мной в основном конечно когда я училась в школе первая любовь расставание вот это первое это прям для меня тогда конечно это было все крах и все такое но сейчас я думаю блин вот это было классное время и даже воспоминания которые тогда для меня были какими-то плохими сейчас они для меня стали очень теплыми очень классными я вообще любые воспоминания для меня всегда очень классные никакого негатива даже я наверное не вспоминаю вообще из прошлого да потому что я прям вообще обожаю я я фанатка курсавки все так слушай а если произойдет так что если конечно так произойдет что тебе ты доучишься в университете тебе станет очень хочется обратно вот захотелось домой ты вернешься навсегда в курсавку я я вернусь конечно для меня нет никакой проблемы вернуться туда потому что ну вот многие наверное мои знакомые они думают так боже мой курсавка никогда туда не вернусь никогда туда не приеду там вообще ничего нет жизни нет для меня совершенно не так я приеду у меня там есть дом у меня есть мама папа моя сестра близкие родные у меня там все то есть я наверно больше здесь чужая чем там если я вернусь домой я наверно буду себя еще лучше чувствовать многие говорят что вот нет работы ну смысле нет работы если есть желание то можно в любом месте вообще найти работу поэтому если такое такая потребность возникнет мне не составит труда никакого вернуться обратно домой если я себя буду очень прекрасно чувствовать ну да насчет работы ты правильно подметила потому что ковидный период нам подарил замечательную возможность да работает на удаленно и просто тысячи компаний по уходили в онлайн я правильно называю ли офлайн как это правильно немножко я не удаленщик поэтому я немножечко не понимаю и поэтому мне кажется да можно и в курсавке проживать работая где-нибудь на крупного не знаю там яндекса какого-то яндекс заплатите меня пожалуйста за упоминание вас между прочим этот подкаст взял первое место в номинации москву урбан эвордс слушай получается на мой вопрос который я хотел тебе задать у тебя будет один ответ по поводу мой дом там где есть или где родился там и пригодился тебе все-таки второе ближе да конечно да потому что там где человек родился мне кажется что это есть его дом хоть он мог жить в любом другом городе много лет но все равно там где ты рождаешься там твое родное твое место вот и ты всегда сможешь найти уют сможешь найти место где тебя примут любым вообще абсолютно окей давай тогда перейдем к особенностям родных мест твоих именно ставропольского края мы даже можем обо всем край в общем это как-то обобщить и мне очень интересно какие особенности местных людей вот именно сельчан односельчан твоих какие ты можешь выделить чего вот оно там есть а здесь его нема как говорится ну наверное это больше толерантность к друг другу потому что ну как говорится в селе все друг друга знают это может как и в плохом ключе так и в хорошем ключе говорится вот почему потому что в любом селе есть сплетни от этого как бы не уйти и у нас есть сплетни но все эти сплетни для людей которым просто скучно и ничего кроме сплетен и обсудить не могут вот среди хорошего наверное только то что люди люди там живут просто прекрасно замечательно и здесь в краснодаре люди наверное более злые чем там опять же наверное может быть это из-за того что село маленькая все друг друга знают все друг другу хорошо относятся так или иначе когда либо в жизни пересекались возможно какая-то помощь была оказана вот в общем еще очень важно что у нас именно ну наверное даже и в крае но больше вот в андроповском районе живут люди разных даже не то чтобы национальности а разных вероисповеданий и вот классно то что все эти люди они друг с другом очень уживаются то есть в любые праздники там допустим пасха нас поздравляют не только христиане да допустим но и мусульмане потому что они просто уважают своих односельчан просто потому что с этими людьми они живут очень много лет работают дружат общаться вот это вот очень классно и очень хорошо что все друг другу очень хорошо и тепло относится конечно есть и какие-то исключения но они бывают везде как бы есть неплохие нации есть люди плохие там они тоже есть но как бы от этого не уйти и такое есть всегда вот наверное особенность в том что люди очень хорошие очень комфортные уютные вот и просто самые прекрасные замечательные получается чем меньше населенный пункт тем больше более спокойные более дружелюбные в нем люди да наверное потому что какие то если есть конфликты то они решаются не на всеобщее обозрение а внутри вот будь то какая-то семья компания друзей или еще что-то то есть все какие-то конфликты терки они решаются не на всеобщее обозрение а вот именно внутри и поэтому так выходит что в итоге все друг другу очень хорошо относится вот потому что никто на всеобщее обозрение это не выкладывает и не делает смотри я наслышан о том что ты кулинар профессионал да мне кажется весь весь наш медиахолдинг наслышан о том что ты готовишь закрытыми глазами долму закрытыми глазами сначала еще собираешь эти листья закрытыми глазами а потом еще и готовишь это все что самое интересное самое вкусное и самое нужное надо обязательно попробовать побывав в твоем родном ставропольском крае значит ну если говорить о курсавке то самое важное самое лучшее что должен попробовать любой человек который туда приедет это гира потому что гира у нас просто бесподобная в краснодаре я не ела такого вкусного гира нигде я не знаю почему по каким причинам но оно действительно очень вкусное вот есть даже такая фишка что в курсавку если кто-то приехал его обязательно отведут кушать это гира возможно просто потому что больше негде покушать например что-то хотя ну как бы есть какие-то места где можно посидеть покушать вот но вот это место там можно и день рождения отметить и с друзьями сходить и с гостями прийти короче вот все что угодно можно в этом гира и свадьба и поминки и свадьба и поминки да сразу за разными столами вот это самое прекрасное самое вкусное это гира вот я даже когда училась в универе и я всегда говорила боже я так хочу гира я так хочу гира многие даже не знали что это вообще такое я вот говорила что ну вот ну самая вкусная гира это в курсавке просто я всем это говорю и всегда говорю что гира это просто бесподобно все на подкасте город закончился экскурс по шаурме и теперь начинается экскурс по гиру так что я теперь наверное думаю следующие интересные стритфуды будут у нас именно как правильно гирус или гиру ну вообще я называю гира ну не знаю наверное гирос правильнее но все-таки я привыкла гира называть но по-сельски именно по курсавски это будет гира да все так что не ищите там гирос ищите там гира конкретно прям его что касается городских легенд страшилок есть то что прям будоражит детей с малых лет нет городских легенд нет и страшилок тоже но есть очень классный факт он не страшно абсолютно он просто очень классный в том плане что ну это больше такой исторический факт у нас курсавки жил герой советского союза пётр михайлович стратичук вот в честь него даже названа школа номер один имени петра михайловича стратичука в которой я училась вот стоит даже памятник его вот это наверное вот такой вот факт который нужно знать всем жителям курсавки что в нашем селе жил герой советского союза вот так замечательно слушай для меня ставропольский край это наш некое такое прям больше пустынное место да да но больше такое степное пустынная пустынная в каком плане именно что там прям не так много зарослей деревьев как это например в краснодарском крае а больше прям ну степь да степь равнина хотя это наверное только возможно ставрополь невиномыск вот эта часть в части где пятигорск ессентуки и так далее там конечно все более зеленые горы конечно везде вот то есть наверное зависит также еще от города где он находится ну то есть например твое село находится больше степной части ну наверно что-то среднее потому что оно находится как раз между ставрополем и пятигорск а вот но его все равно окружают какие-то горы например ближайшая гора это брык я на нее даже восходил один раз вот и еще такой очень классный факт при хорошей погоде у меня со двора виден эльбрус или эльбрус ничего себе да вот тоже он очень красивый выходишь особенно если это лето утро ранее выходишь видно эльбрус еще какие-то горы карачаево-черкесской республики потому что она рядом и курсавка она больше находится на возвышенности и поэтому из дома можно увидеть там горы которые находятся рядом вот это очень классно я вот заметил такую вещь человек который реально был где-то в горах он говорит что восходил а человек который такой дилетант но хочет немножечко похвастаться что он был в горах он говорит что подымался ну вот реально я заметил вот человек который реально часто бывает он говорит я восходил я восходил да я была один раз в жизни то меня ели туда но видимо правильно там выражаются да наверное да слушай попробуем давай охарактеризовать как-то среднестатистического жителя твоего родного села как он выглядит во что надевается не знаю как он пахнет как он разговаривает какие сленговые выражения используют которые здесь редко можно увидеть ну честно говоря даже не могу так сказать сразу но посмотри на меня и увидишь среднестатистического человека жителя курсавки ну наверное это какой-нибудь нет ладно не будем говорить что это армянин низкого роста ну пусть это будет какой-нибудь там невысокий там парень или девушка то есть это среднего роста получается да да ну честно говоря я не видела прям таких высоких девушек или парней да это все-таки наверное средний рост я думаю что у нас больше темненькие люди живут ну вот насколько я знаю ну вот трусы и темные люди у нас очень ну очень красивый конечно это понятие такое растяжимое но люди достаточно такие симпатичные вот как они одеваются ну смотри это дорога богата или это нет это совершенно обычно это даже не стиль я вот когда приезжаю домой я выгляжу хуже хотя живу в краснодаре я выгляжу хуже чем люди которые живут вот я вот я например там на улицу куда-нибудь иду там куда-нибудь там гулять или в магазин я вижу там людей подростки девочки мальчики моего возраста и я на них смотрю думаю боже это я в краснодаре живу или они потому что они все такие на стиле они все классные накрашены то есть вот село да говорят что там все ходят там не знаю в галошах да в галошах пасут коров и так далее нет конечно же нет у нас ну как таковых даже хозяйству людей нет только те которые живут как говорится на кошаре вот мы называем на кошаре то есть там у кого ну реально прям ферма какая-то большая которые там держат 30 голов вот или те которые живут прям на крайней курсавке вот они там держат какое-то хозяйство люди которые живут в центре или хотя бы ближе к центру нет конечно вот то есть у нас есть магазин прекрасный замечательный с одеждой с косметикой вообще все что угодно можно пойти купить у нас есть даже ну такой магазин я их называю бутики потому что туда привозят одежду из города так называемого вот и она считается типа одежда из города ну я думаю что самые обычные люди ничем не отличающиеся они не ходят в галошах не пасут коров вот обычные люди да учатся работают живут себе и любят курсавку любят курсавку конечно я не знаю мне мне кажется я наверное одна такая фанатка которая 11 тысяч сейчас зажжет то точно чтобы сказать прям цифру вас 11 тысяч 517 человек по крайней мере там прописаны ну да да окей давайте тогда перейдем к финальному вопросу более творческому человек творческий наверняка сможет что-то придумать если бы твое родное село было бы художественным фильмом то какой это фильм и какой у него конец либо продолжение можно как-то провести аналогию села с человеком давай попробуем но я не могу сказать название фильма я могу только наверное описать его сюжет мне кажется это человек который ну как как говорится из грязи в князе то есть вот он долгое время там не мог найти работу долгое время бедствовал там или еще что-то плохо жил и вот потом в какой-то момент у него что-то там внутри щелкнуло и он начал работать начал ну цель какую-то в жизни себе поставил и я думаю что именно вот курсавку можно так охарактеризовать потому что изначально она была не таким красочным красивым местом люди оттуда хотели уехать сейчас я думаю что большинство людей все-таки хотят остаться потому что за последние несколько лет очень много ну так скажем инфраструктура разрослась там настолько что там комфортно жить действительно там можно ну какое-никакое образование получается работать и все такое и поэтому я думаю что если провести аналогию с фильмом то я думаю что это будет фильм про человека который очень долгое время страдал и вот потом он поставил себе цель добиться чего-то в этой жизни и в конечном итоге добился этого успеха вот нашел там ключик счастья ключик счастья возможно вторую половинку семью близких родных и вот теперь он счастлив живет процветает и все с ним хорошо супер супер сегодня у меня в гостях был человек который развеял все мифы о селах теперь все кто думал что в селе дует коров пасут баранов и ездят только на лошади в галошах а теперь будут знать что в селах довольно такие стильные красивые ухоженные люди которые счастливо живут и любят то место где они все-таки родились сегодня у меня в гостях была сусанна которая из села курсавка очень классно рассказал мне очень понравилось спасибо тебе большое спасибо тебе что пригласил и все всем спасибо и пока 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 а